здравствуйте друзья у нас сегодня гости в студии из далекого города самара что на волге ну представляете из дамы начнем дома катя 26 лет самара живу в цинциннате с мужем так муж давайте антон 27 лет системный администратор работаю в цинциннате живу с женой катей деток нет пока значит у нас антон на визе или один а в чем разница и менеджерская виза и специалист специалист он у нас по визе или один сколько уже в цинциннате на этой визе с 3 ноября 12 года то есть вы скоро здесь два года мы до этого уже были два с половиной уже а до этого вы на на какой визе были на той же самой но мы были где-то сумма на месяц опять в бостоне так потом мы уехали потом мы вернулись в цинциннате на месяц потом командировку продлили до трех месяцев потом остались на шесть потом слетали в россии переделать визы и вернулись с концами а вот правда говорят что когда пожив немножко в америке слетаешь в россию то совершенно по-другому начинаешь видеть вот то откуда прилетел однажды я там почти из дома не выходила что вас огорчало напрягал что это было грубость пыль грязь а как грубой тут лишь по улице здесь никто ничего не говорит просто идешь здесь они улыбаются здесь они делают комплименты в россии это красивое платьишко красивая юбочка сумочка ну такой девчачьи в основном то есть не говорят там девушка что вы сегодня вечером делаете не подаем у нас на среднем западе вообще люди очень открытые если просто встретиться с взглядом взглядом с кем-то то улыбается улыбаются здороваются называют хани это так мило а в россии как-то у нас по крайней мере в контрасте это хорошо очень сильно в магазинах они все хамки они все куда-то я приехал мне какой-то произошел переклин в сторону того что деньги уже немножко отвыкла от российских стояла что-то там в кошельке вытаскивала тупило тупило да и на мне водку а ты копаешься типа поторапливаешься вы мне напомнили анекдот старый анекдот вообще тех лет когда я уезжал еврейская беженская миграция и вот значит ну короче вызывают еврея в кгб и говорят там абрам семенович а чего вот в израиле собрались вам может быть плохо здесь что-то вас обижали что вы мне прекрасная замечательно живут на что может быть вас там на работу и никуда-то там не брали нет почему я работаю но может вас там как-то не продвигали почему не продвигали продвигали а что ж ты жидовская морда вспомнил вот вспомнил да так вот значит я понял то есть вы как как сейчас русский человек сейчас как еврей получается значит теперь вы чоком пришли-то рассказывать живете себе в цинценате никого не трогаете люди добрые взглядом встретился говорят хай и вдруг вы в калифорнию в домохозяйках сидел а тяжело да не тяжело но уже просто сколько можно так а если бы у вас еще детки были парочка вот вы бы тогда рвались тогда с ума сошла да 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 это многие так солнышко вы как кто по образованию самарский государственный аэрокосмический университет летчица космолетчица вертолетчица инженер-конструктор но вы можете так сказать за штурвалом но конструирует сейчас вообще мало очень мало когда я поступала в 2006 году нам обещали что это расцвет так всего этого дела все отрасли курсу к третьему как-то ничего и не осталось у меня правильное ощущение что там все как-то на боингах больше летают нет такого склоняется а отечественное что-то летает летает но она не очень востребовано на самом деле кроме как в россии аэрофлот купил недавно несколько штук сухой суперджет вроде как летают нам удалось много раз как-то по всему дешевле суперджет это какой-то пассажирский ли он как куда да это все пассажирско я думал сухой кому-то военный там ну хорошо но хотя военные то свои самолеты военные но слава богу хоть что-то все таки есть так ладно то есть вы такая летчица механичка это вас родители туда определили не от меня хотели в экономисты как все нет это скучно это деградации плюс я все это как-то это вы знаете мне напомнили эту фразу лучше иметь дочь проститутку чем сына эфрейтера вот это такое значит чем экономистом так уже лучше да но хорошо механиком и так вы закончили университет и братья ничего из-за него в том числе скажем так одной из причин хорошо то есть вы на самом деле не испытываете большого стремления к тому чтобы доучиться на аэрокосмического человека любви к авиации не было изначально друзья были которые все учились там мальчишки небось одни нет ну где-то наверно две трети группы у нас были мальчишки но девочек тоже хватало в принципе умные были девки или так вертихвостки я могу сказать что большинство из них поступили с контрактом скажем так заводом то есть они не добирали баллы и заключили контракт чтобы отработать потом после окончания по сути но сейчас они все работают секретаршей ну то есть как задумано хорошо теперь а вот скажите мне такую вещь я просто с разными людьми разговариваю и так из любопытства как бы вот моего а любопытства новей на разговорами с другими людьми вот когда учатся мальчики девочки в институте у них какое-то полное вообще непонимание миру вокруг вот в том смысле что они сейчас учатся и что потом они вообще не соображают или их обманывают или родители не в состоянии сказать ничего разумного вот почему они учатся учатся и когда когда все закончилось до них только начинает доходить что все это было не то и не не для чего и и так далее а выбора особо нет ты либо в армию либо учиться а идешь ты учиться как правило лишь бы куда-то поступить куда берут это как в наше время было то же самое подождите а девочки а девочки видимо тоже высшее образование нужно иметь всем так считают родители в том числе и уборщицы в россии сейчас нужно высшее образование а там уже не важно война покажет но вот вы не хотели педагогический сейчас я понимаю что да было пойти разумный нын яс какой-нибудь но это опять же поживя здесь понимаю что это было бы более полезно жизнь давайте так есть какие профессии вот трудно поступить программирование информатика вот так уж ки смотри инженерная у нас было поступление 130 по моему порог минимальный на самолетостроение а у вас по-моему 160 где-то в том числе 70 да то есть это было тяжело достаточно хорошо то есть айтишные профессии сейчас в цене это очень интересно строительная очень востребована да вы что нефтянка нефтянка так но туда тоже не поступить без связи на нефтянку поступить то ты можешь а толк от этого не подмажешь то есть потом не буду деваться конечно медицина безусловно но там без взяток тоже сейчас очень тяжело то есть у нас поступил мальчик он был умненький но опять же благодаря тому что у него родители сами все в медицине все пошло поехало то есть его и с работой потом повезло ну все все понимаем ужас какой вот то есть молодые люди растут вот в этой такой обстановке что не подмажешь не поедешь что все коррумпировано что у маяковского была такая фраза там было стихотворение о срыве строительного сезона из-за чего безработица 28 год значит там из-за этого безработица повышенная там это и вот он так там такая фраза была девушки рабочее тело взяткой тычут мастерам значит чтобы работу получить есть такое тычут на самом деле рабочее тело отрасли так что в программировании тестинги ну берут те кто реально что-то может или хотя бы пытается мучь то есть важно соответствовать да ну минимальный какой то есть хорошо давайте мы возвращаемся в цинценате в калифорнити там силикон валите значит вот приехали вы до силикон валой значит будете тестером но он на визе или один значит соответственно вы не можете поехать в сиэтл вы не можете поехать сам франциско вы как или тогда получаешь вас семья будет в двух разных на два дома жить давайте какая цель устроиться а там уже все можно договориться скажем так люди же живут в разных местах самолеты никто не отменял в конце концов то есть вы настолько открытые ну надо что-то делать в конце концов ну хорошо хорошо я сюда приехал тоже учиться это не так плохо я вам скажу вряд ли вы куда-то попадете в более безопасное место там вот чем к нам у нас тут как у мамы с папой тут за вами гоняться будут там папа кушал а там вот почему то лет раньше не сходил конце концов имея 2 айтишные зарплаты в доме можно на выходные хоть на гавайи летать он мне будет рассказывать есть такой есть такой анекдот мимо здания кгб на лубянке едут жигулях два еврея советское время едут и один так смотрит второй руками машет он мне будет рассказывать на 2 айтишные зарплаты он мне будет рассказывать на 2 айтишные зарплаты даже в кремниевой долине можно неплохо жить но не хочется здесь почему-то не хочется ну так и не надо это это экстремальное место слишком много людей да да это экстремальное место и я сейчас как бы вот пытаюсь ребятам нашим внушить что может быть правильнее отсюда валить когда они на ноги встали надо надо куда-то двигаться многие движутся семейные пары движутся потому что надо дом надо гнездо надо место где у тебя дети будут расти чтобы хорошие школы и так далее да здесь здесь зашкаливает конечно манхэттен тоже зашкаливает но кто-то живет в манхэттене а кто-то из нью-джерси ездит там два часа в конец чтобы работать в манхэттене ну зачем а я не знаю здесь за миллион можно купить халупу а в цинценте за миллион можно купить особняк потрясающее место вообще мы попали в одно место вау ну дай бог дай бог значит хорошо вам конечно нужно будет еще свои миграционные вопросы как-то решить оформить ладно да кучу катюша а что вы знаете о профессии тестера пока что вы наше видео смотрите или что а какие-нибудь учебные смотрели штуки 3 просмотрели на английском на русском понятно что я говорю в принципе да хорошо есть какие-то такая специфика терминологии ну естественно разочек посмотрела на видео то есть вы мотивированная птичка а где вы будете жить а вот у нас сейчас этот вопрос решается а каким образом решается ну посмотрели криклист посмотрели просто по губам но как-то пока что прискорбно теперь с вами хотим посмотреть девочки вот наши фронт-деск они вам не дали там с кем-то мы вчера позвонили наверное троим-четырым из тех что наши дали вам да и тишина вообще в ответ то есть одна там была девушка которая оставила просто имя фамилия ищем румейта я ее нашла через фейсбук у вас в друзьях да она сказал что уже все нашли то есть ну хорошо просто сейчас мы на каникулах и просто студентов мало потому что когда студенты здесь толпует целый день тогда все попроще решается но обычно так занимает может быть несколько дней потому что сейчас еще девочки приедут но мы сегодня созвонили с девочкой из офтек сити да 14 число они когда начнут съезжаться кто-то из них кто планирует остаться возьмет квартиру соответственно к ним к тем кто снимает квартиру набивается сразу там пара троек своих из класса вот так оно все мы привыкли планировать все просто заранее поэтому сейчас очень сильно в шоке пребывает это сложно планировать потому что тогда вы должны рассчитывать на себя тогда вы должны к кому-то прибиться румейтом а это намного сложнее чем допустим взять к себе румейт ну естественно естественно мы уже здесь живем вроде как ну да ну хорошо вы сейчас то где вдвоем в отеле мы на милпитас отель какой мариот да вы шикуете а у нас много по чем берете бесплатно я же командировки ещу ну плюс мы ездили в отпуск так вы сейчас на машине то есть вы через пол америки рванули на тачке мы были в тот момент в канзасе еще в канзас сити мы съездили домой в ценсанатис как канзас сити вообще миленько делать нечего совершенно но миленько то есть такой юг чувствуется что вот южная правда девчонки симпатичные там ну скажем так я не оценила просто потому что одеваются черти знает во что я наблюдала людей которые ходят в офис как вы будете ходить там на занятия как вы будете одеваться а я всегда одеваюсь прилично вот так офисно а покажите вашу эту штучку на ноге покажите сколько можете это большой предмет почему вещь у меня тату мастер русская девочка так привет дескантом дала дескантом дала ой она вообще как то не хотела сильно деньги брать я из нее это выбивала потому что я говорю дружба дружба и работа работай да вот ну и она как то там скидочку тут скидочку там в общем вообще стоит сто двадцать долларов в час то есть у меня стоило два часа это заняло на контур и четыре часа на покрас то есть шесть часов ну то есть в общем инвестмент такой ну я люблю картинки нательные ну да ну просто вы уже как бы замужем получается если бы хотели привлечь к себе кого то я так давно это хотела сделать у меня эскиз наверное года полтора висел на кухне на стене я его ходила обсматривала а муж что говорил красиво же то есть никак закрыто же не видно ну там это все видно ну хорошо вы наших студентов тут не пугайте нет я а то они сейчас пойдут все татуированные будут я максим свиньё покажу ладно катюша давайте мы с вами договоримся что вы будете периодически так вот тут рапортовать о ваших успехах у вас нет блога может какого то я настолько закрытая человек да вы что ну будем вас открывать ну я есть на фейсбуке в принципе там можно смотреть ну да ну хорошо я просто к тому что если у вас есть отдельный какой-то блог где вы что-то пишете то можно было бы вас скажем так у фейсбука есть мой блог вся моя активность но она вся закрыта приватная только для друзей понял только для друзей ну конечно такие вещи показывать да ну хорошо значит катюш мы с вами договоримся что вы будете периодически подходить и народ будет за вами наблюдать потому что интересно наблюдать образ в развитии окей вот вы будете работать над образом тестера хорошо ладно учиться хорошо будете да а что мне делать я здесь одна а у нас знаете народ тут тусоваться любит я не тусовщик они тут как соберутся со всей страны и давай тусоваться я не очень социализированная человек я не такая я жду трамвая ну вот это так вот это рядом хорошо ребят я рад был вас встретить значит знаете что давайте вы на себя наденьте ту шапку что вы мне привезли давай на тебя ну на кого хотите просто я хотел продемонстрировать предмет ну вот пусть вьетнамец надевают вот у нас друзья есть такая шапка называется нон 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 почему нон ну типа нон стоп да практически вьетнамцы в ней ходят каждый день работают на рисовых полях она очень хорошо закрывает лицо от солнца а если дождь и от дождя тоже единственное что у вас поля такие довольно короткие так под дождем не спрячешься они еще вот здесь вот вывешивают да тряпочку вот к этой самой шляпки так точно ну что же для съемки она не очень хорошая она тень бросает на лицо но вот так хорошо хорошо что же спасибо у нас растет наш как сказать склад пополняется шапками вот у меня все сзади я не знаю теперь куда это девать но ну надо будет что-то придумать картинку снять со стены может быть и все шапками шапками вот и так в следующий раз прийти сниматься я на вас что-нибудь одену а слушайте а давайте раз вы уже тут давайте я вам дам шапочку а мне вот такие идут да держите ир раз опа-на давайте настоящая русская женщина так буденовка да вот так вот видно очень хорошо у меня много шляп а дайте вам по с рожками пожалуйста с рожками давайте с рожками конечно да то буденовцев то все видели а викингов сейчас будет страшно найти вы знаете что вы меня в кадре не вот отлично вот так ну что ж вам идет вам идет теперь покупали вы знаете что возьмите очочки оттуда вот так себе да 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 давайте прям себе их раз ой давай давай не бойтесь не бойтесь не бойтесь не бойтесь опа-а оооо это это совершенно другой калинкор молодцы все к лицу да хорошо в общем будете у нас каждый раз сниматься в новой шапке допасить посеньки и шапка все тогда делаем всем привет и до новых до новых встреч